Здравствуйте! В прямом эфире программа «Гость в студии» и я, ее ведущий, Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость Рафаэл Ахатович Ибатуллин, главный государственный санитарный врач по городу Кумертау, начальник Кумертауского территориального управления Роспотребнадзора по городу Кумертау. Рафаэл Ахатович, я вас приветствую в студии. Здравствуйте! В этом году государственной санитарной эпидемиологической службе исполняется 95 лет, меняется время, меняются наверняка подходы в работе. Какие изменения произошли, происходят в вашем учреждении? В начальном этапе, это было 15 сентября 1922 года, был подписан Советом народа комиссаров указ о том, что создание санитарной эпидемиологической службы. В сентябре этого года исполняется 95 лет. За время этих 95 лет произошли большие различные изменения в этой службе. Были санитарные инспекции, санитарные инспектора были, районные санэпидстанции, были в каждом административном территории городские санэпидстанции. Потом были созданы центры и госсанэпиднадзора в каждом районе, в таком городе. А в 2005 году большие изменения произошли. Была создана Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека, или сокращенный Роспотребнадзор, служба Роспотребнадзора. Она создала в каждом субъекте России управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии. В частности, в Республике Башкорстан у нас создано 12 территориальных отделов Управления Роспотребнадзора и 12 филиалов Центра гигиены и эпидемиологии. Наш территориальный, Кумертауский территориальный отдел, включая 4 административных района, это Мелиузовский, Кувергазинский, Кувашинский, Федоровский и 2 города Кумертау, Мелиуз. Население где-то у нас 220 тысяч человек обслуживаем. Вот с этого момента у нас пока изменений нет, мы продолжаем работать. Центр, территориальный отдел находится в городе Кумертау, филиалов, то есть других территорий у нас уже нет, только находится в городе Кумертау. Люди работают здесь. Да, но из 12 учреждений республики в 2016 году вы заняли первое место. Можете рассказать, по каким показателям лидируем? Ну вот здесь, основное, это разработано федеральной службой, 9 индикативных показателей, которые, соответственно, там определены баллы, определенные, если достигнут какие-то показатели, ставятся баллы. Там удельный вес выполнения плановых проверок, удельный вес внеплановых проверок, которые согласованы с прокуратурой. Потом защиту прав неопределенного круга, иски, поданные в суд, которые суд оправдал, не оправдал, то есть защиту. Административный штраф, уплощенный взыскаемый штраф, вот такие показатели. Инфекционная заболеваемость туда входит. Вот по этим показателям наш территориальный отдел собрал определенные баллы, которые оказались выше всех 12 территориальных отделов. Естественно, вышли мы на первое место и получили, значит, благодарность от руководителя управления территориальным отделом и благодарность, естественно, начальнику территориального отдела и коллективу. Сейчас обращаюсь к телезрителям. Уважаемые друзья, работаем в прямом эфире. Наш телефон 22699. Если у вас будут вопросы по ходу нашей беседы, пожалуйста, подключайтесь к диалогу, задавайте ваши вопросы. В 2005 году большая реорганизация произошла, но на этом ведь изменения не остановились. Какие изменения происходят сейчас, по сегодняшний день, в полномочиях вашей службы? Ну, здесь в 2016 году у нас ведь постоянно меняется федеральный закон, постоянно изменения в КОАП вносятся. И основной федеральный закон 294-й, то есть о защите прав юридических лифов и индивидуальных предпринимателей при проведении контроля надзорных мероприятий. Вот согласно этого федерального закона, значит, вводится новое. Значит, что это новое? Раньше, если мы проводили плановые проверки, которые утверждаются, согласовываются с Генеральной прокуратурой, вне плановой проверки, которые по приказу выстоящей организации или по поручению правительства РФ и проводили административное расследование в основном. Сейчас, значит, что вводится новое? Это в основном, значит, организация проведения направлена на профилактику правонарушений. То есть наша служба, значит, будет проводить профилактику правонарушений. Стоит и означает профилактику правонарушений. Значит, мы на сайтах нашего управления, это в городе Уфе, наше управление, будем размещать нормативные правовые документы или часть документов, которые при проведении контроля надзорных деятельностей мы используем. Какие требования, например, по общепиту, по торговле, бытовому обслуживанию, медицинскому обслуживанию, там будет все это расписано. Потом профилактического направления мы должны будем и будем проводить семинары, совещания с различными группами индивидуальных предпринимателей определенного направления. И третье, значит, профилактическое направление, это в конце года, значит, мы должны разместить на сайтах своего управления, значит, какие в течение года нарушений проявляются больше всего, какого направления и на что обратить внимание индивидуальным предпринимателям при своей деятельности, чтобы они в дальнейшем не нарушали. Вот новое, значит, другое направление, это статья 8.2, значит, мы должны еще, 8.3, 294 федерального закона, это без взаимодействия контрольных мероприятий с юридическими лицами или ИПО, без взаимодействия с юридическими лицами. Что это означает, Рафаэл? Ну, что это означает, значит, это сегодня, значит, мы вне плановой проверки, если угроз жизни и здоровья нет, мы не можем проводить. Если угроз жизни и здоровья есть, значит, мы должны получить согласие прокуратуры. Прокуратура даст, мы проведем. Если нет, значит, мы только будем извещать о том, что вот такие и такие были проведены мероприятия. Без взаимодействия, это значит, мы можем, значит, изыскать сведения об этом юрлице, об этом ИПО. У нас ведь все сведения есть. Значит, были ли нарушения такого характера, если мы обращение получили. Значит, можем просто так посетить, как... Тайный покупатель. Да, как тайный покупатель. Просто посмотреть, есть ли такие нарушения. Если там действительно имеет место нарушение, то к этому юрлицу, к этому индивидуальному предпринимателю мы направляем предостережение. Значит, в письменном виде, ссылаясь на статьи федеральных законов о том, что у вас на объекте нарушаются такие и такие нарушения. Вы обязаны это нарушение устранить и доложить нам в течение двух месяцев предостережения. Что еще новое вводится? Значит, вводится еще так называемая контрольная закупка. Контрольная закупка раньше, то есть и сейчас имеют право только органы МБД, полицейские. Сейчас вырабатываются подзаконные акты, то есть мы тоже сможем провести контрольную закупку тайно. Получается, так ведь? Значит, тоже контрольная закупка. Кроме того, значит, можем проведить плановые рейдовые осмотры территории, акватории, транспорта. Это тоже вот новое будет вводиться. Еще новое будет вводиться так называемые проверочные листы. Значит, в этих проверочных листах сейчас вырабатываются такие листы. Там будет ряд, например, допустим, 30 вопросов. Допустим, общепит, торговля и медицинская организация. На что обратить внимание? Там надо будет отвечать да, нет. Нарушаются эти нормы, не нарушаются. И данные это также будет размещено в интернете. Значит, любой, значит, предприниматель в дальнейшем может зайти на сайт управления, посмотреть, какие контрольные листы могут применяться в отношении их. То есть это тоже как бы профилактического направления. Если, значит, человек хочет у себя навести порядок, то он может навести. Если не хочет, естественно, он получит штрафные санкции. И сейчас очень большие штрафные санкции применяются. Но с осторожностью наверняка ждут предприниматели сейчас вот введение этих изменений. Ну, поживем и видим, как будет вводиться новые правила. Если говорить о деятельности по обеспечению санопедблагополучия на территории обслуживаемой вашей организации, что можно сказать сейчас, вот весна, какая работа будет проводиться? Это диротизация, клещевой энцефалит по весне мы ждем обычно, да? Какая работа вот в этом направлении будет вестись? Ну, обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучие, значит, там ряд мероприятий очень много проводится, наши службы. Это, во-первых, проведение контрольно-надзорной деятельности в сфере санопедблагополучия и защита прав потребителей. Значит, проведение санитарно-противопедемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновенных инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Также туда входят и диротизация, и дезинфекция, и дезинфекция, вот эти мероприятия. Потом проведение мероприятий, направленных на устранение уменьшения, значит, вредного воздействия на среду обитания. То есть это природный характер, так вот такие, и в том числе связанные с профессиональной деятельностью. Кроме того, значит, и по обеспечению санитарно-эпидемиологическое благополучие, это проведение гигиенического обучения, пропаганда здорового образа жизни среди населения, среди декретированных контингента. Значит, постоянно проводятся такие обучения. Кроме того, значит, проведение организации медицинских осмотров, всем это известные личные медицинские книжки, проведение медицинских, то есть прививок, профилактических прививок. Вот мы проведем привычную кампанию против гриппа, очень большая кампания проводится. Вот это тоже обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучие. Кроме того, значит, проведение необходимых лабораторных инструментальных исследований, проведение необходимых диагностических исследований, чтобы не было там вспышек, никаких инфекционных заболеваний, проведение экспертиз, которые проводятся. Проведение экспертиз, это как меню составлено, как расписание уроков составлено. Вот такие ряд, много мероприятий, так и связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологическое население. То есть их много. Естественно, обеспечение санитарно-эпидемиологическое население не проводится только нашей службой. Это проводится совместно с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, администрациями соответствующих территорий, потому что это общее благо всего населения, потому что одна медицина не сможет это провести. То есть это проводится в совместные мероприятия. Да, но вот про прививки Вы сказали. Практически 40% населения было привито по осени 2016 года именно от гонконгского гриппа, который мы ожидали, и он, по-моему, пришел в наш регион. Вот есть польза от прививок сейчас? Что можно сказать? Значит, у нас ежегодно на прививочный материал из бюджета Российской Федерации выделяются деньги, то есть бесплатные прививочные материалы. Значит, за 2016 год было рекомендовано не менее 38% населения охватит прививки против гриппа. И Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что в этом году тяжелый грипп, так называемый гонконгский грипп, будет. И, естественно, у нас в городе многие болели очень тяжело, и у нас есть лабораторно подтвержденный грипп Гонконг. То есть те люди, которые не прививались, и пенсионеры, и дети, и рабочие, они подтвердили свои заболевания. Именно грипп подтвержденный лабораторно. Но это проведение лабораторных исследований очень дорогостоящие. Больницы проводят, отправляют в Уфу, поэтому здесь выборочно отправляются. Но подтвержден факт о том, что гонконгский грипп на всей территории России, в том числе и республике был, и можете у лечебников спросить, а очень они тяжело лечили. То есть проводятся антибиотики, там вирусотерапия из резервного фонда. То есть данный вид заболевания очень поддается трудно лечению. Если человек был прививался, у него не было этого формы гриппа, он бы более доступным лечением быстро бы лечился. — Осложнение большие гриппа, это пневмония, что еще поражает? — Ну, в основном пневмонии в Российской Федерации у нас более 100 человек летальные исходы есть. — У нас в городе все обошлось? — У нас в городе обошлось, мы всегда призываем, надо прививаться. От этого еще никто не умер, и наоборот люди не болеют этим гриппом. — Про защиту прав потребителей тоже хотелось бы успеть поговорить. Какие цифры есть, как часто люди обращаются за помощью? Вашу организацию недовольны, наверное, качеством обслуживания или же некачественным товаром? — Ну, в нашей службе у нас при центре гигиены есть консультационный центр, и у нашего территориального отдела есть юридическая служба. За 2016 год к нам обратилось 549 человек. Из них я вот цифры взял, из них вот 467 — это некачественные товары. Туда что входит, значит, это пищевые продукты, 53 случая, 180 — это технически сложные товары, телевизоры, видеорегистраторы, компьютеры, телефоны. Значит, 36 случаев обувь, 21 — мебель, 27 — одежда. Вот такие обращения к нам постоянно приходят, и наша служба помогает написать претензию, если ему некачественный товар продали, некачественную услугу. Значит, потом мы подаем их в суд, этих людей, в защиту неопределенного круга потребителей, которые они недостойно ведут, эти предприниматели или юридические лица. И суд всегда встает на нашу сторону, и мы выигрываем этот случай. — Ну вот эти вот цифры по обращениям кто больше дает? Какие-то мелкие предприниматели, либо крупные сетевые магазины? — Ну, я думаю так, что в сетевых магазинах более налажен так называемый ведомственный контроль, потому что у них есть контролеры, у них есть камеры, так ведь? У них, значит, разработана программа производственного контроля, которую они выпускают свои продукты, постоянно сдают на лабораторные исследования. Ну, бывают случаи, когда у них и не соответствуют, бывают у них и жалобы на них поступали. Ну, это играет в основном, наверное, так называемый человеческий фактор. На каждом участке есть человек, который, если он не выполняет свои функциональные обязанности от и до, то, естественно, допускает какие-то недоработки, нарушения, и она влияет на качество товара, на качество оказания услуг, на качество всех этих мероприятий. — Нарушают все, получается? — Нарушаются, ну, не все, конечно, не все, но есть такие случаи. Но хотелось бы сказать, что с Нового года у нас изменился немножко федеральный закон 277-й. Если раньше некачественный товар купил человек или некачественное оказание услуг, он мог напрямую к нам идти, написать заявление, и, естественно, мы реагировали, проверяли, если нарушение есть, наказывали, предписание давали. То с этого года, с 1 января, изменился закон. Если потребителю некачественный товар продали или некачественно оказали услугу, он в первую очередь должен обратиться этому предпринимателю, этому юрлицу, что ему некачественно оказали услугу или продали некачественный товар. Если ИПО или юрлицо не реагирует на это, только тогда он может обратиться к нам. Вот это новое введение в законе, конечно, для потребителей это более сложно будет сейчас, в этом году. И вот сейчас мы получаем обращение и говорим о том, что вам необходимо обратиться к тому-то, тому-то человеку для устранения ваших недостатков. И еще новое введение о том, что если человек мог написать анонимную жалобу, теперь, значит, это дело не пройдет. Мы, значит, проверяем, этот человек действительно Петров, значит, он идентифицирован через госуслуги или же он действительно этот человек пишет. Если проверяем, этот человек не оказывается, то этот анонимный не рассматривается. Не рассматривается, да. Заканчиваем эфир и последний вопрос. Вот весна, время половодия, многие с опаской, может быть, это по старинке, относятся к питьевой воде. Стоит пить воду или нет весной? Ну, я думаю, у нас в городе и в районе вода у нас соответствует по всем параметрам, санитарным нормам, правилам. Значит, у нас постоянно она проверяется ежемесячно, так называемые мониторинговые точки есть. И у нас баланс содержателя Международного водоканала в городе, коммунальник Ермолаева, они постоянно контролируют, заключают договора. Кроме того, на период паводка нам дополнительно дали мониторинговые точки, которые наша служба будет проводить проверку. То есть, вода соответствует, то есть, я не сомневаюсь, что вода, можно пить с крана. Ну, от Дородниковой воды лучше весной отказаться? От Дородниковой отказаться, если пить только кипяченую. Рафаэл Ахатович, я вас благодарю за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в гостях был Рафаэл Ахатович Ибатулин, главный государственно-санитарный врач по городу Кумертал. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Продолжение следует...